Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. В Нефтьюганской больнице увеличивают коечный фон для инфицированных коронавирусом. Плюс еще 50 мест, а всего 200. Это реакция медиков на рост статистики заболеваемости двух последних недель. Сейчас в коронавирусном отделении находятся больше полутора сотен пациентов. Ведь сюда госпитализируют жителей самого Нефтьюганска, а также Нефтьюганского района и соседнего Пытьяха. Ковидный госпиталь организовали на базе двухэтажного педиатрического корпуса, где с сентября 2020 года проходили лечение пациенты дневного стационара. С 16 октября врачи принимают плановых пациентов в здании городской женской консультации. Если в начале пандемии достаточно большое количество поляло пациентов молодого возраста, то на сегодняшний день большая часть пациентов это все-таки старшая возрастная группа. И поэтому, конечно, это люди с наличием сопутствующей патологии, кардиальной, легочной, с сахарным диабетом. И, конечно, заболевания у них протекают очень тяжело. 199 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре. Лидирует по числу заражений Сургут. Здесь 44 новых случая. В Ханты-Мансийске 25 заболевших, в Нижневартовске 20. COVID-19 подтвердили еще в 17 муниципалитетах. На момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 45 зафиксирована пневмония. У 5 человек коронавирус протекает без симптомов. По информации Девздрава, состояние 104 пациентов тяжелое. 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки на COVID-19 обследовали более 7 тысяч человек. Коэффициент распространения равен единице. С начала пандемии от COVID-19 умерли 219 человек. За сутки от коронавируса в Югре излечились 136 человек. За весь период пандемии 23 104 человека. Югорские школьники переходят на дистанционку. Больше 8,5 тысяч человек уже учатся дома. Это 368 классов. Причина – коронавирус, ОРВИ и грипп. Как сообщает окружной департамент образования, также временно закрыты детские сады. 2500 дошкалят, сидят дома. Это воспитанники 92 групп. Напомню, 26 октября у югорских школьников начнутся каникулы. Они продлятся две недели. В Горноправдинске из бани вернулся лишь один из двоих друзей. Тело второго позже нашли на берегу реки. По версии следствия, в одну из ночей двое товарищей парились в бане, сопровождая процедуры обильными возлияниями. Там у них и возникли первые разногласия. После парной друзья отправились к машине, чтобы ехать домой. По пути рассорились еще сильнее. И когда один из них уснул на заднем сиденье, хозяин автомобиля задушил его веревкой. После этого выбросил тело в реку. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. Так как потерпевший вовремя не вернулся домой, его супруга на следующий день заявила в полицию о безвесном исчезновении. При проведении поисковых мероприятий тело потерпевшего обнаружено одним из его родственников 16 октября у берега реки на расстоянии около 500 метров от поселка Горноправдинск. В связи с наличием признаков насильственной смерти, следствием незамедлительно приняты меры к установлению круга общения мужчины в день исчезновения, по результатам которых установлен злоумышленник и иные обстоятельства совершенного преступления. В Мегионе прокуратура выявила нарушение в работе строительной компании. В апреле с ней заключили контракт в муниципалитет. Договор включал работы по замене напольного покрытия в спортивном зале школы. Сумма контракта около 900 тысяч рублей. Однако строительная компания к выполнению ремонтных работ так и не приступила. Такое бездействие логично привело к расторжению контракта в одностороннем порядке. Прокурор города в отношении гендиректора с той компанией возбудил административное дело. По становлению мирового судьи должностное лицо признано виновным. Его обязали выплатить штраф в размере 43 тысяч рублей. В Сургуте недавно открывшееся здание онкоцентра стало причиной транспортного коллапса в центре города. Стекляшку открыли еще в начале сентября. Строили 7 лет. Просторную парковку для пациентов, а только на балансе поликлиники, 40 тысяч сургутян, не предусмотрели. Потому теперь на третьей полосе по улице энергетиков, аккуратно против медблока, горожане сами развернули несанкционированный паркинг, забаррикадировав часть трассы. В мэрии города объясняют, на обустройство парковки уже выделены 7 миллионов рублей. Недавно для нее расчистили место. Убрали ларьки на углу медгородка. В планах обустроить две таких территории для пациентов и сотрудников медицинских организаций. Возле строящейся консультативно-диагностической поликлиники запланирована парковка на 80 мест. Ну и теоретически для сотрудников мы рассматривали две парковки. Это парковка, которая будет в центре, в ядре города. Вторая территория, которая теоретически возможно использовать для парковки, это недостроенная площадь недостроенного здания на углу свободы и энергетиков. Югра оказалась в тройке регионов, жители которых активно берут кредиты. В среднем один житель округа должен коммерческим структурам 486,5 тысяч рублей. На первом месте расположился Ямал. В соседнем регионе долг перед банками одного человека превысил 530 тысяч. Рейтинг закредитованности регионов опубликовала РИА Новости. В общем списке субъектов Югра расположилась на 55-й строчке. Долг в среднем это почти 61% годовой зарплаты. В Москве, например, это соотношение около 30%. А в Санкт-Петербурге задолженность приходится на половину годового дохода. Эксперты отмечают, что средний уровень долговой нагрузки россиян вырос за год на два пункта 47 до 49%. Наша съемочная группа вышла на улицу с вопросом, на что югорчане берут кредиты. Брала, как и все наши российские граждане, брала для того, чтобы сделать ремонт в квартире. Нет. А почему? Ну зачем? Я так, сколько есть по приходу расход. Вот так мы с женой жили, не жили богато, нечего начинать. Кредиты брала, но сейчас понимаю, что как бы лучше их не брать. А почему? Ну, жить спокойнее так. Родители брали кредит на не кредит, а ипотеку. Вот сейчас покупаем квартиру в Ханты-Мансийске. Но в целом можно брать, особенно вот сейчас в год не идут ипотеки. Если возможности есть, тогда их берите, все. Ничего я не брал, я не беру никогда. А почему? Зачем им нужен-то? Лишние проблемы. Это болезненный вопрос. А почему? Платить много. Проценты большие. Говорят одно, а проценты большие. А если не секиры, брали кредиты? Да, у нас их три. Да? А на что потратили? Ну, на мебель, где-то как-то на быт в основном. Не брала, нет. А почему? Нет необходимости? Не то, чтобы нет необходимости отдавать. Возьмешь одну сумму, отдавать нужно больше. Кредиты? Ну, конечно, брали, как без них. На мебель, на обстановку, на ремонт тратили. В Ночь искусств в Музее геологии нефти и газа проведет онлайн-квест «Восемь ароматов нефти». Будут и каверзные вопросы, и интересные опыты. Задание музей разместит в соцсети ВКонтакте 3 ноября с 19.00 до 23.00. Ответы музей будет принимать там же до часу ночи 4 ноября. Итоги подведут на следующий день. Сегодня праздник у любителей хоккея, и его подарит наш телеканал. Сегодня Югра покажет в прямом эфире матч высшей хоккейной лиги. Ледовое сражение между югорскими хоккеистами и клубом из Перми «Молот Прикамья». Начнется матч в 19.00. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта снизилась в цене на 75 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 77 рублей 22 копейки. Также снизилась сегодня и европейская валюта на 22 копейки. За 1 евро сейчас предлагают 91 рубль 34 копейки. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра. Сегодня абсолютно всем компаниям необходимо оперативно подстраиваться под внешние изменения и не допускать дополнительных издержек и финансовых затрат. Ростелеком предлагает сервисное решение на этот случай перевод и обслуживание удаленных рабочих мест в облако в виртуальный центр обработки данных. Во-первых, это намного дешевле. Во-вторых, это быстро разворачивается. В-третьих, это абсолютно под ключ. И вы получаете полный сервис без головной боли, как говорится, с логином и паролем и спокойным доступом. Еще одна услуга для бизнеса, которая выполняет не только контролирующую функцию, но обеспечивает безопасность, решает смежные задачи бизнеса, это видеонаблюдение. Видеонаблюдение – это уже базовая услуга, которая сейчас постребована в бизнес-сегменте, независимо от его размера, средний, малый или крупный бизнес. Нисколько видеонаблюдение, сколько видеонаблюдение вместе с модулями видеоаналитики сейчас максимально востребовано. Индивидуальный предприниматель, хозяйка Кота-кафе, уже по достоинству оценила возможности камер видеонаблюдения. Во-первых, для нас это очень интересно, потому что постоянно наблюдать за котами удается не всем. Да, в силу работы мы за ними наблюдаем, но кто знает, что происходит, когда мы уходим. Сейчас Ростелеком проводит выгодную акцию для предпринимателей. На один месяц вам могут установить и настроить комплект из трех камер, а также предоставить сервис хранения видеозаписей. Тестовый период будет бесплатным.